Мир вам, друзья! Всех приветствуем на нашем канале Доброе Семя! И желаем поделиться радостной, такой счастливой вестью о том, что буквально несколько дней, как прошла свадьба, у нас такое торжественное событие. Игорь Юрьевич Лепа и Наталья Маргарян, значит, они соединили свои жизни, свои судьбы посредством благосовения Церкви, благосовения священства. Соединили свои жизни в одну семью. Радостное событие, чем оно знаменательно? Во-первых, это служение именно восстановления. То есть Игорь Юрьевич, он из наркоманов, он отбывал наказание в исправительных колониях Томской области и много пострадал от греха, разрушительного действия наркотиков. Потом пришел, был в реабилитации буквально 11-12-13 года в Томске, там был, в Новосибирске. И потом опять отпал, был отлучен, был крещен, потом был отлучен. И, в общем-то, много-много, так знаете, прошло с грехом, связанное с его трудное такое становление. Но Дух Святой постоянно его влек, и вот это служение, которое сегодня мы, о котором мы рассказываем и, значит, и провозглашаем, служение восстановления. Служение в том, что не ставить крест на людях, которые споткнулись, не ставить крест на людях, которых не получилось сразу, которые не сработали с первой попытки. То есть, как бы, Иисус дает право на ошибку. Это не разрешение грешить, но это право бесконечно вставать. И вот Игорь у нас именно этим путем прошел. И сегодня уже, ну, несколько лет, как он идет, твердо, будучи членом церкви, вот он взял предложение Наталии. Наталия. Наталия тоже, знаете, сложный путь. Она была в реабилитации, и у нее все не так гладко получилось. Они там поженились с одним человеком, но впоследствии от пагубного действия наркотиков тот человек умер. И было уже рождено у них трое детей в семье. Тоже тяжелая, такая, знаете, последствия такие тяжелые. Наталия от трое детей, симпатичная молодая девушка, ну, в слезах, в разрушенном таком состоянии, опять обратилась к Господу, опять служение восстановления. Мы говорим о том, что делает Бог через служение восстановления. Поэтому представляем вашему вниманию, желаем вместе с вами радоваться и наблюдать великому, могущественному действию Божию в этом служении восстановления. Да, благословит Господь. Просим вас молиться об этой семье, чтобы мы, конечно, будем продолжать трудиться. Никто не ставит какой-то рубеж. Это просто очередной этап их становления, их формирования. А мы, как служители, как церковь, продолжаем трудиться вот с ними и будем продолжать трудиться. Но просим вас молиться. И если где вы видите еще, может быть, кто-то нуждается в восстановлении, говорите о том, что есть служение восстановления. Есть такое место, где помогают подниматься тем, кто отпал, упал. Может быть, не получилось с первого раза, со второго. Пока мы живем и дышим, у нас есть шанс. Нам этот шанс дал Иисус Христос. Бесконечно право вставать и подниматься. И еще пробовать, чтобы у нас все получилось. А с Иисусом Христом, я уверен, все получится. И так благословит Господь. Илья, за ощущение. А ну-ка, повернись. Ты ставь так, что... А, давай, все уже не вытаскивай. Сейчас ты просто спалил. Один снимает, другой где вообще, какие классные. Здесь мы прижали, а здесь в папиле. Вот что-то подобное. Вот эти забитрюшки, они все и таят у нас вперед. Так, надо еще раздать машину. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не теряйте, что имейте Не теряйте, потеряешь, не найдешь С неба каплями, а в потерях плачет дождь Не теряйте, потеряешь, не найдешь С неба каплями плачет дождь 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 Ваше взаимное согласие дает мне право целить Ваш право Ваше воскресенье и подписи Семейная ценность Семейная ценность Присаживайтесь вдвоем Виктория Юрьевича, берите, пожалуйста, ручку Ваша подпись вот здесь и вот здесь Не теряйтесь Наталья Юрьевича, бежите руку Ваши подписи скрепили в Семейный Союз 14 октября 2023 года, Ваш враг за регистрировал. Объявляем Вас мужем и женой. Ваши подписи скрепили в Семейный Союз 15 октября 2023 года, Ваши подписи на Мангландию. Ребята, проходите приступ, да? Знаешь, как вот едешь, да? Я раньше только видел в фильмах, а сейчас сам я в этом участвую, что есть у меня жена теперь, мы едем в машине, прям, слава богу, я вообще, я не могу прям поверить, что это со мной так, что такое произошло. Я прямо думал, как будто какая-то сказка, сейчас она быстренько закончится, ну, прям, да, слава богу. Свадьба – это когда женятся. Это когда женятся, и получается, что тоже семья. Свадьба – это любовь. Когда люди, которые полюбили друг друга, женятся. Это когда выступают. Свадьба – это когда невеста с женихом женятся. Вот женихе дают кольцо, а жених дает ей святый букет. Она радуется, и они живут счастливо и долго. Это когда дают цветы, и где-то в плачу. Девушка ищет себе парня, а потом они несколько месяцев встречаются, и потом это все превращается в свадьбу. Свадьба – это где женятся с жених друг друга, и иногда там по песне и замуж выходят. Это когда люди полюбили друг друга и поженились. Так, зених, проходи. Так, готов? Где там наша невеста? О, какие красивые у нас. Слава Господу! Присаживайтесь. Наши молодые прекрасные, красивые стоят, слава Богу. Ну, во-первых, прежде всего, я хочу спросить о согласии на брак. Так, ну, церковь, все согласны или есть кто-то против этого брака? Согласны, да? Вот только не знаю, как на жениха обращаться. Я всегда его звал Лепа, и оказывается, он Игорь. Игорь, по доброму расположению берешь себе в жены Наталью. Наталья, ты все взвесила и дала согласие. Да. Мы читаем Коринфянам апостол Павел в первом послании в 11 главе он пишет. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христос глава Бог. Хочу, чтобы вы знали, Игорь, чтобы ты знал, что у тебя есть глава Христос, и ты должен все делать так, как говорит Господь, как говорит Христос. И почему? Потому что образ и слава Божия. И так необходимо, чтобы нам отображать вот Божий образ нашего Господа Иисуса Христа. И знаете, знаешь, Игорь, пусть Наталья для тебя будет цветком, за которым нужно ухаживать, поливать, делами, словами, чтобы от нее было всегда благоухание приятное. И это зависит от тебя, как ты будешь ухаживать, как ты будешь поливать, как ты будешь своими добрыми словами, все делать для того, чтобы Божий мир пребывал, чтобы Божий мир владычествовал в вашей семье. То вот пусть Бог благословит, укрепит, даст тебе мудрости, чтобы ты вот любил свою жену, как Христос Церковь. И эту любовь нужно доказывать своими делами, своими поступками, и чтобы окружающие видели, да, что это тот муж, который любит свою жену. Наталья, для тебя тоже есть наставление здесь в Слове Божьем. И мы читаем, к Ефесянам написано, также в 5 главе 22 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Наталья, вот так Слово Божье говорит, как церковь повинуется Христу. Мы знаем, что церковь, она всегда послушно повинуется Христу. Так говорят и жены своим мужьям. То вот от тебя вот есть это стремление, чтобы повиноваться своему мужу. Красота до венца, а любовь до конца. Вот чтобы поистине любовь, которую Иисус Христос доказал, чтобы так же и в твоей жизни, в твоем хождении всегда исходила эта любовь к мужу. Ну и сейчас я хочу еще, чтобы вы, знаете, взяли руки друг к другу. Встаньте против друг друга. Обет верности хочу, чтобы вы друг к другу. Возьмите за руки. Да. Игорь, ты первый будешь повторять за мной. Я, Игорь, беру тебя на талию в законные супруги. Я, Игорь, беру тебя на талию в законные супруги. Чтобы хранить и оберегать тебя. Уважать и почитать. Чтобы вместе делить и радость, и горе. Быть с тобою в здравии и болезни. Любить тебя и заботиться о тебе Я обещаю тебе от всего сердца и всей души Пока смерть не разлучит нас Это мой обет верности Наталья, ты теперь Я, Наталья, беру тебя в законные супруги Я, Наталья, беру тебя в законные супруги Чтобы хранить и оберегать тебя Уважать и почитать Чтобы вместе делить и радость и горе Быть с тобою в здравии и болезни Любить тебя и заботиться о тебе Обещаю тебе от всего сердца и всей души Пока смерть не разлучит нас Пока смерть не разлучит нас Это мой обет верности Это мой обет верности Слава Господу Вы пообещали друг другу Пусть Бог благословит Ну и теперь хочу, чтобы вы встали на колени И мы помолимся, благословим Первый помолится Игорь, потом Наталья помолится Церковь и мы их благословим Давайте вставшим Ну отъявляю вас законом мужем и женой И теперь можете друг друга поцеловать Святым целовать Ну что, так быстро они не успели даже сфотографировать Давай повторить еще Давай трижды Слава Богу Слава Богу Вот свадьбы день настал для вас И разогнал печали пруть Вас Бог на веки сочетал И дал в подарок вам любовь Желаем счастья и любви Здоровья и удачи Пусть станет в жизни каждый день На радости богаче Счастливых встреч, успешных дел Улыбок и надежды И пусть все будет впереди Прекраснее, чем прежде Бывает труден путь порой Бывает нету сил идти Молитесь Господу в тиши И он поможет все пройти Желаем счастья и любви Здоровья и удачи Пусть станет в жизни каждый день На радости богаче Счастливых встреч, успешных дел Улыбок и надежды И пусть все будет впереди Прекраснее, чем прежде Счастливых встреч, успешных дел Счастливых встреч, успешных дел Улыбок и надежды Желаем счастливых встреч, успешных дел Желаем счастья и любви Здоровья и удачи Пусть станет в жизни каждый день На радости богаче Счастливых встреч, успешных дел Улыбок и надежды И пусть все будет впереди Прекраснее, чем прежде Желаем счастья и любви Счастливых встреч, успешных дел Пусть станет в жизни каждый день На радости богаче Счастливых встреч, успешных дел Улыбок и надежды И пусть все будет впереди Прекраснее, чем прежде Редактор субтитров А.Семкин Семья Семья – это когда знакомые люди вместе Это когда все вместе, родные Семья – это когда всех любят Семья – это когда два человека любят друг друга Семья Лазного пола И так получается, что один лажает И получается, что создаются дети Ну и так получается, что создаётся семья Семья – это значит родители твои Это когда каждый друг другу помогает И у него одна мама Потом папа, мама Семья – это когда трудятся Деньги зарабатывают Строят Семья – это когда мама Это когда тебя ладила Папа, который тебя любит Семья – это когда тебя любит И твоя ладина Жена рождает детей И потом это всё становится в обязанность И дети ходят в школу Там нужно за ними ухаживать 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 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Т.ع 사용 Ухаживать В ближайшее Mitt hoy Субтитры сделал DimaTorzok 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 Оба вы одной навсегда Не разлучат горе расстояния Бог соединил вас навсегда Не разлучат горе расстояния Бог соединил вас навсегда Коля улыбается, Лиля улыбается Их сердца исполнены любви Но любовь лишь только начинается Пусть она хранится в ваши дни Но любовь лишь только начинается Пусть она хранится в ваши дни Такое пожелание хотелось бы оставить Или передать, или так скажем обозначить Но держитесь Господа Всем сердцем, всей душой Всем естеством, всем разумением своим Всей крепостью Всегда ищите Господа Я знаю, что Игорь, он добрый человек Я это увидел вот уже на протяжении стольких лет Там больше, почти уже 15 лет я с ним знаком Вот так тесно Когда-то мы и в лагерях были вместе Но сейчас вот в тесном таком взаимодействии С ним в работе Я знаю, что он добрый человек по природе Это Бог ему дал такой дар Я знаю, что Наталья, она такая Она очень такая интенсивная в движении Труженица такая Это добрые качества, которые есть у Натальи Но как бы вижу, что Вот было бы хорошо Если бы вы поставили молитву Все-таки в семье На такое, знаете, место Чтобы без молитвы день не начинался Не заканчивался Чтобы молитва была основанием Основанием жизни Основанием взаимоотношений Основанием пути Основанием движения вперед Основанием семьи Чтобы Слово Божие читалось каждый день Пусть это будет глава или две Рассуждали над Словом Божиим Я умоляю вас Пожалуйста, не отодвигайте Бога Положите это в основание своего сердца В основание своей веры Иисус, чтобы был в основании Я думаю, Бог все устроит И я не отказываюсь от вас И буду взаимодействовать И не позволю себе такого греха Чтобы перестать молиться о вас Но умоляю вас Милосердием Божьим Пожалуйста, положите основание Своей устройства своей семьи Вот именно Слово Божие И время молитвы Одиночной молитвы Совместной молитвы Умоляю просто Пожалуйста Я знаю, что есть в этом Такая Ну у Игоря, знаю Так Наталья более как-то тянется А Игорь где-то немножко слабее Просто прошу Да благословит Господь Чтобы это было в основании Молитвы и общение с Господом Да будет Господь во всем с вами Знаете, что я хотела вам пожелать? Вот любви Вот настоящей Потому что обязанность без любви Делает человека раздражительным Справедливость без любви Делает человека жестоким Правда без любви Делает человека критиком Власть без любви Делает человека тираном Приветливость без любви Делает человека лицемерным И так далее Вот Но мы знаем в Писании Что любовь долго терпит Милосердствует Не завидует Не превозносится Не ищет своего Все покрывает всем уверенность Всего надеется Никогда не перестает И пусть это будет в вашей жизни Просто настоящая любовь Берегите друг друга Как-то получилось Что сошлись с дороги Вовсе не похожи А сошлись в одну Если вдруг В дороге грусть Тебя стревожит Знай, что я с любовью Руку протяну Если вдруг Несчастье на тебя нагрянет А если на ресницах Заблестит слеза Знай, что сквозь туманы Я с любовью гляну Осторожно в самые глаза Игорь и Наталья Мы вас очень любим Всей нашей семьей большой Ну, хочется пожелать вам Наверное Того, что То, что вы имеете сейчас Это как бы Только старт Все вот эти вот Такие вот Так скажем Романтичные отношения Но хочется, чтобы Вот это все У вас было не при начале А чтобы вы это сохранили все До конца Чтоб в старости Вы любили друг друга Даже еще больше Чем сейчас Вот такие у меня пожелания Я даже не знаю Как вас всех назвать Сестры, братья, церковь, семья Родные, близкие Вы все Я благодарен Богу За то, что Я сейчас стою здесь И что помимо Моих родителей Вы стали все для меня Наверное Даже Больше, чем Мои родители Вы были со мной В те минуты Когда было мне Очень тяжело И весело Когда мне было Грустно И радостно Что Именно в этой церкви Я Познакомилась с Богом Я Приняла водное крещение И вы были со мной Особенно некоторые На протяжении всего этого времени Вы не оставили меня Вы меня поддерживали Я благодарю Что вы сейчас Присоединились К нашему празднику Что вы Здесь Вы нашли время Разделили наш Праздник С Игорем Я благодарна Благодарна Что вы нашли Это время Здесь Я с вами Вы со мной И у меня слов нет Я дам Микрофон Игорю Я вас люблю Заменитое фраза Игоря Я гоню Я гоню Слава Богу Что я стою У меня есть Такая красивая жена Чудо Божие Знаете Это чудо Это реальность Знаете Было такое время Когда Я говорю Господи Дам мне жену Ну думаю Знаете Время прошло И она купа И вот прям реально Бог посмотрел Увидел Мое сердце И расположил Я как бы Знаете Очень благодарен Господу И то что он сделал Со мной В моей жизни Новое Какое-то Измерение Вот реально Я благодарю вас То что вы меня Пришли поздравить Прямо У меня Радуется сердце Я вижу Здесь много Знакомых Которые Помнят меня Еще лет Десять Тому назад Вместе мы Проходили Это все И они радуются Слава Богу Бог благословил Укрепил Слава Богу За вас За всем Спасибо Спасибо Что вы пришли А дальше У нас будет Жизнь Покажешь время А дальше Мы будем жить Я очень рад Слава Богу Я не могу Честно Держать эмоции У меня прям Вообще Да Мы рады Давайте Помолись 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 За нас Благодарим Бога Иисуса Христа Правда Бога Отца За Его милость И любовь Благодарим Мы всех Кто Вот так вот Расположил В сердце И все-таки С нами Претерпел Это общение Так скажем Претерпел Все что было К подготовке Связано Сестра Марина Особенно Тебя Благодарим Сестра Аида Может все-таки Ты пожелания Свои скажешь Сейчас Можно сказать Пожелания Вот Сейчас Мы уже Заканчиваем Да И Хотелось бы Такое Сказать Что Все-таки Это труд Который Реабилитация Мы Сколько уже Игорь Получается 2011 Да Сейчас Третий 12 лет Получается 12 12 лет Вот процесс Идет Я думаю Что он Только начался Да 12 лет И будем Продолжать Вот Такой процесс То что было Значит Мы знаем Стру Наташу Тоже лет уже 8 Да 9 Наверное Сколько не знаю Вот была Она у нас в Томске Вся ситуация была Что мы знаем Предыдущая Вот Труд Такой непростой И Слава Нашему с вами Господу Иисусу Христу Что он Такой труд Несет А мы Как бы Как сподвижники Уже Идем У меня был случай Такой Я всегда его рассказываю Когда мой сын Тимофей Ему было еще Года 4 Как и виниру Он был размером И он Раз мы купили В магазине продуктов Килограмм Наверное 15 Большой пакет Такой Я с работы шел Машин у меня не было Пешком Я купил полный Пакет продуктов Из магазина Вышел Мне идти там Может километр Полтора И я этот пакет несу Одна рука у меня Взял этот пакет Несу А Тимофей такой Можно я понесу Можно я понесу Ну а реально пакет Больше его размера Знаешь такой большой Я говорю Ну как ты его понесешь Ну я Я вот Я Я говорю Ну давай держись за ручкой Вот я несу пакет А он за ручку держится И он так Его типа несет Знаешь держится Потом подскользнулся Повис на нем Потом опять Хоп встал И опять его Несет Так знаешь Пакет этот И я так после этого Вспоминаю Что мне кажется Порой что я так Труд несу Как этот Тимофей За пакет держался То мне порой Кажется что я так Труд несу Реабилитации Как вот Иисус Взял этот пакет И несет его Знаешь А мне позволил Держаться за ручку И где-то бывает Я На льду там где-то Подскользнусь На скользких пудях А меня Этот пакет Только и держит Потому что я За Иисуса Вот понимаешь Им держусь Вот я думаю Что это так Примерно и выглядит Труженики Я вас ободряю Чтобы вы много О себе не думали Слава Господу Потому что же сказать Слава Богу Правда Да благословит Господь Судя по тому Как действует Дух Святой В молитве Помните Когда мы Благословляли помолвку Кто был На собрании Помните как посетил Бог Когда была молитва И благодать Божия сошла Сейчас молитв Кто внимательно Как Бог посетил Опять молитв Можно было молиться Согласитесь Кто понимает Что Можно было молиться Побыть Побыть молитве Но понятно что свадьба Здесь не молитвенное служение Но как бы Мы все равно наблюдаем Как действует Благодать Божия И это свидетельство того Что с нами Здесь Благословляет Дух Святой Господь Слава Господу Это самое главное Свидетельство Для меня Как для служителя Что Бог Здесь И Бог благословляет Больше Я думаю Ничего Да Не приложишь И не добавишь Если Божья благодать И Божье благословение Здесь Но вам советую Как бы и желаю Хранить Желаю хранить Свидетельство о том Что 12 лет Служения Конкретно С Игорем Да и 8 получается С Натальей Все поучаствовали Так или иначе Здесь сидят люди Которые так или иначе Все поучаствовали 8-9 лет С Натальей идет Вот это вот И С Игорем 12 лет И Я скажу Что это Можно было сказать Ну вот Слава Богу Все Руки вытер Все Закончил Я понимаю Что ничего не закончил Понимаю Что следующий этап И мы будем продолжать И будем трудиться И будем вместе радоваться Будем вместе плакать Будем вместе нуждаться Главное держаться Иисуса Христа Правда? Да Благословит Господь Поэтому непростое служение Непростое служение Но Бог Хочет Чтобы это было Правда? И хочет спасать И хочет прославляться И хочет вести И хочет Чтобы слава Его являлась И своим свидетельством В молитве Благодати Духом Святым Подтверждает Это А нам Дай Господь Быть внимательными И наблюдать И быть чуткими К действию Благодати Божьей Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу